итак мой любимый канал сегодня у меня на просмотре на реакции в чем у меня вопрос футболка кто чат признавайтесь кто футболку обдрестал кто это сделал за баню блин когда узнаю ладно значит читайте описание подписывайтесь подкакивайтесь подтирайтесь на телеграм-канал и вконтакте подписывайтесь на стримы заходите все давайте заценим новостной кринжак только правда настоящие новости никакой выдумки артисты отечественного шоу-бизнеса стали чувствовать свою ненадобность и падение популярности из-за успеха певца шамана да правда не выдуманные истории о которых невозможно молчать на канале новостной кринжак естественно каждый пиздеж переправляется вставочкой одной единственный блять всегда одной и той же песни шамана и всегда одним и тем же куском этой самой песни на на заебал блять он на пике плюс время такое на 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 пике а на хуях тогда кто выбрал все-таки стул ну выбрал хотя бы с пиками иглоукалывание наши концерты теперь ходят меньше людей а у него полные залы пожаловались некоторые исполнители бля жалко я не заскринил я не помню когда я еще жил в геленджике если помните я там же кстати сделал фотку с плакатом типа там висят плакаты по короче по всему городу типа там хуё моё шаман должен был выступать 6 то ли сентября по-моему сентября 6 сентября он должен был в геленджике выступать я по-моему дней за пять до этого зашел а я как раз переезжал в москву как-то 3 сентября или там четвертого не помню и я уже потом даже зашел на не по-моему я еще в гелене заходил я поэтому не показывал это потому что я не хотел полить что я в геленджике был значит я захожу на сайт где можно выбрать билеты ну типа там да вот самый дешевый билет 2 500 самый дорогой 14 то есть ха вот ты лох завидуй вот как дорого стоят билеты но там типа было занято по моему ну короче вот ну слезы какие то то есть несколько там по моему билетов 30 было выкуплено и все было свободно причем это было дней за пять и тут короче возникает вопрос что за хуйня точно ли там полные залы или все-таки это какая-то наебка и полные залы действительно в итоге потом собираются за счет людей которые реально честно отдали свои короче кровные бабосы или все-таки из 10 процентов до таких людей и из 90 процентов ну короче 10 процентов лохов и 90 процентов про каких-нибудь нагнанных чуваков которым типа сказали что вот надо прийти обязательно пофлексить и 500 рублей вам дадим за это я не знаю нам что теперь тоже начать петь только патриотичные песни заявили музыканты действительно сейчас ну кстати хороший вопрос типа блять хотя нет это хуёвый вопрос потому что этот пидорас ебанутый пиздобол и он несет полную хуйню естественно не блять нет никакого такого говна и кроме как теток 35 плюс ни у кого больше никакого спроса блять на шамана на самом деле нет и все пруфы о том что якобы есть вообще какой-то суперспрос на шамана они основываются у этих теток на вот этом канале то есть где чувак им откровенно просто лжет без единого доказательства и когда ты гуглишь ищешь информации в интернете ты нихуя не находишь и соответственно чуваком просто нагло пиздит про то что якобы его там в сербии кто-то слушает кому-то он там хуй упал якобы что-то в польше его хотят запретить якобы еще какая-то хуйня это ж просто ну наглейший пиздеж чистой воды все-таки обычно покупают заранее вот и я тоже не понял как это за там меньше недели оставалось до концерта нихуя не было билетов продано ну я лично заходил блин я не знаю я заскринил не заскринил мне просто кажется я даже это в каком-то видосе показывал потом вот именно надо найти от что-то получается связанное с шаманом не знаю от 5 какого-нибудь сентября 4 3 но я не помню каких чисел где-то мне кажется я даже заходил и показывал это но хозе петь только патриотичные песни заявили музыканты действительно сейчас певец шаман находится на подъеме да что уж там он самый желанный артист на сегодняшний день ты заебал ты этим блять сука одной и той же песни вставлять сам блять что это самый желанный блять артист если ты у него кроме одной единственной обоссанной песни ничего больше не можешь включить и ты включаешь именно эту хуйню всегда именно потому что она звучит как бы наиболее типа пропагандистские жизнеутверждающие хотя на самом деле кроме этого у него по сути вообще ни хуя нет ни одной бодрой песни ну и в целом ни одной нормальной песни нет у него плотный гастрольный тур назад блять да и как уже чуваки некоторые предполагают и причем я обратите внимание я не утверждаю это как тут чувак врет а я именно говорю что есть такая версия есть такое предположение я в этом не уверен я не знаю но вроде как что возможно этот тур типа сделан спецом для того чтобы создать вот эту короче иллюзию того что пиздец как просто в невозможно популярен чувак и всем очень сильно нужен и всем очень сильно на него не насрать потому что что это за тур такой если до февраля просто абсолютно вообще там ну чё-то чё-то такое приближенное к нулю было у челика и не то что к октябрю потому что я часто это уже уже знаете закат карьера близится к закату постепенно а типа там смотрите февраль вот что там конец февраля давайте не считать хорошо март апрель май июнь ну там ну короче полгода максимум и типа блять тур по всей стране включая просто самые какие-то вообще богом забытые деревни в которые никто не ездит то есть ну более-менее допустим артисты которые у которых уже есть какая-то известность и которые ездят по городам они ездят по миллионникам то есть добираться во все подряд деревни есть смысл только если у тебя действительно просто какая-то ну бешеная популярность и тебе действительно вот есть смысл с этим заморачиваться и тебе не впадло этим еще заниматься ну как мне как-то так кажется либо я может что-то не понимаю до конца в этой во всей механике ну то есть грубо говоря артист недостаточно известный в маленьком городе ничего не соберет артист очень известный в маленький город ну он типа не соберет там такой же гонорар допустим не такие же деньги он не сможет там получить как в москве но типа там будет уже хотя бы что-то весомое и ради чего можно допустим туда сгонять вот но при этом хз насколько весомое вот и тут у него подольск он короче даже не то что там ну например москва а типа химки зеленоград там у него то есть просто были подмосковные города какие-то в качестве указанных как то куда он едет о чем вообще кстати пиздим вот смотрите сергиев посад 14 октября купить билет вот это завтра давайте просто глянем место проведения большой зал купить онлайн сейчас проверим ну то есть ну наверное все распродано может быть я гнал ну по крайней мере мы сейчас а билеты продажи отсутствуют окей вот минск 15 то есть это через ну там послезавтра продано смотрите все распродано ну может уже и правда кстати четко но вот я почему-то я помню я смотрел гелен и там была жопа полная какая-то вообще вот здесь наоборот то есть вот вот примерно да вот такая же там была схема серые это занято ну типа естественно она выглядела не так то есть не ну типа не такое соотношение было там скорее наоборот там было серых типа чуть-чуть в серединке вот так вот и все и до хера было каких-то цветных которые еще свободно вот ну это типа вот в минске будет получается послезавтра но послезавтра еще как видите не sold out гродненская подожди написано минск при этом гродненская областная филармония ну я перешел с сайта шамана если что рубли белорусские если что народ не удивляйтесь это может даже много я не помню сколько ну короче как то так я не знаю сколько просто здесь мест и сколько как вот просто нормально посмотреть типа сколько есть место сколько из них свободно но тут может быть 1000 как будто типа ну может быть 800 из 1000 ну ладно окей это по идее все равно прилично давайте смотреть дальше кинокорпоративы выстроились в очередь что еще раз у него плотный гастрольный тур на заказчика кинокорпаративы выстроились в очередь а откуда пруфы то есть вот смотри заказчики на корпоративы заказчики на корпоративы шаман вот я просто ради интереса вобью в поиски эту штуку ну просто эти слова. По-хорошему, если шаман об этом говорил на интервью на Ютубе, то какое-нибудь другое издание напишет об этом статью. Правильно? Да, правильно. Если, причем именно издание, новостное, серьезное, не какой-то паблик, блядь, ВКонтакте на 500 подписчиков, не какие-то пиздоболы, а именно кто-то серьезный. Если это правда. Вот у меня есть типа Ом1, какая-то афиша Омска. Обошел Киркорова. Шаман заказывают чаще чем Киркорова. Да, вот много, кстати, достаточно новостей. Но все сайты, на которых есть эта новость prostars.org inforeactor.ru newinform.com proconcert.ru nationnews.ru 123show.ru ctnews.ru ct, так прям именно ct, то есть как две буквы. Не город, а типа city. Как в саус-парке city. City work. Ресторан ганеванти. Ганеванти новости. Помните, говнючий ресторан? Вот это то же самое. Типа там city китаец произносил как city, и из-за этого все угорали. Вот это то же самое. regnum.ru сплетник.ru Какой-то nur24 Что это? Что за nur24.ru? Так что вообще, блядь? Обогнал в рейтинге на корпоративы опрос. Список опубликовал организатор концертов какой-то Tabriz Shahidi. А кто это? Он составил его на основе обращений и броней от заказчиков. Концертный сезон будет достаточно удачным. Самым востребованным стал Агутин на втором месте руки вверх, потом Зиверт. Чего, блядь? Агутин? Самый востребованный? Не, ну ладно, понимаю. Я бы Агутина позвал, кстати. Кого бы вы позвали? Бля, вот это, кстати, при этом охуенный опрос. Смотрите. Типа самым востребованным стал Агутин. Кого бы вы позвали? Я, между прочим, Агутина бы и позвал. Охуенная тема. Типа Ты забудешь обо мне На сиреневой луне Может только на мгновенье А тут предлагают типа говно Филиппа Киркорова полное говно Руки вверх Говнище и Максим. То есть ну и что мне делать, блядь? Ну, окей. У Максим есть полтора прикольных треков, у Руки вверх побольше прикольных треков, ну, вот это, кстати, весело было бы на корпоративе. Ну, типа, будь я миллионером, конечно, я бы Филиппа Бедросовича позвал обязательно, потому что это главный хитмейкер вообще до сих пор понятно, он король ремейков, но типа из всех вообще русскоязычных исполнителей он мне кажется процент как объяснить, блядь? Больше всего у него тех песен, которые все знают, хотят они этого или нет. Вы поняли, да? Я не знаю, как это сформулировать просто. То есть, например, если человек в рот ебал попсу, он вообще типа не знает ни одной песни его этого. То есть, кто угодно, наверное, слышал песню «Знаешь ли ты, Максим?» То есть хочешь, не хочешь, она мимо тебя не пройдет, если ты как-то там, не знаю, мимо радио вообще иногда просто проходишь и ты должен знать эту песню. То есть ее хочешь ты ее, не хочешь, нравится она тебе, не нравится, ее невозможно не знать. Поняли? И у Максим такая песня, которую невозможно не знать. Она одна. Руки вверх это по-любому там будет «Забирай меня скорее» и может быть еще парочка песен, которые тоже можно как-то притянуть туда, но при этом вот наверное «18 меня уже знает абсолютно в каждой собаке», а остальные так уже спорно. У Киркорова типа мне кажется больше всего таких песен, которые знают просто все вообще. Это короче «Я не знал, что любовь может быть жестокой», «Почему так жесток снег», «Я эту жизнь тебе отдам», «Просто подари мне один только взгляд», «На усталых струнах души» короче там. То есть ну или «Вива ля дива» мне кажется тоже все слышали. Пусть это не его песня там «Переделка», но все равно. А еще «Зайка моя» «Я твой зайчик», то есть ты ее терпеть не можешь эту песню, но ты ее знаешь в любом случае. А «Ибицу» эту сраную по-любому тоже все были в курсе, это что там про пись у козла и прочие всякие хрени. Это «Я за тебя умру». Мне вообще она не нравится, но я знаю. Единственная моя, хоть это и «Газмановая» песня, но все же. И все. Это, бля, король вообще, епта, заслуженный, главный хитмейкер. У шамана можно вспомнить как бы ты хочешь или не хочешь, но, наверное, окей, ты знаешь одну песню у него теперь, ну, может, две. Но, кстати, как выясняется, на самом деле это не так работает вообще. То есть, если руки вверх, сука, блядь, руки вверх и Киркорова реально знает каждая собака, то вокруг шамана для его поклонниц создается такое впечатление и ощущение, что якобы он теперь вот настолько же известен, что о нем все знают. На самом деле вся главная загадка и весь главный вообще финт ушами, хитрость, прикол и, что называется, гениальная обманка заключается в том, что на самом-то деле его толком никто и не знает. Я тоже думал, что вообще все вообще в курсе, что вот шаман. На самом деле нет. Его знают у меня на стримах, его знают тетки 35+, и все. Типа, то есть, я у кого не спрашивал из челиков моего, допустим, возраста, ну, кто при этом не смотрит, не знаю, там, стримы мои, ну, то есть, кто не мои зрители, просто какие-то, допустим, кореша, там, знакомые, еще что-то. Слышали такого чувака? Нет. Ну, типа, там, песня «Я русский». Чего? Что за хуйня? Не, не знаем. Никто, то есть, челики просто даже вообще не в курсе о том, что существует такой чувак, а при этом нам, ну, еще раз, у нас же в России челики не в курсе о том, что вообще что-то такое есть. И мне какие-то говноканалы пытаются мне убедить в том, что якобы, блядь, что его в Сербии знают, ёпта, и хотят народным артистам сделать. Да идите нахуй, его даже в России не знают. Ну, кстати, про то, что некий табриз и правда что-то такое сказал в Телеграм-канале. Вот, вроде есть, кем бы он ни был. Важно, написал он в своем посте в Телеграм-канале, я вам его показываю. Вот, видите, какой-то табриз, галочка, Empire of Music. Таблица является моей личной, сугубо субъективной оценкой состояния рынка на текущий момент середины октября. Гахаретки и гризонопланирования, тыры-пыры, хлебный месяц в преждевременном, спада по запросам пред бронем нет, список самых востребованных артистов, тыры-пыры. То есть, он сугубо лично оценил, как ему там показалось. Самых востребованных артистов на декабрь 2022-го, исходя исключительно из наших внутренних данных, основанных на количестве обращений и букинга от постоянных партнеров и клиентов, также, судя по статистике, которая вырисовывается у наших коллег, выглядит следующим образом в хаотичном, но приближенном к актуальному расположению в таблице самых часто приглашаемых. То есть, еще раз, здесь чел говорит, порядок не точный, а типа полу насрать, но как-то может быть там что-то близко, по идее, как-то должно быть. Дальше говорит, таблица является моей личной сугубо субъективной оценкой, основанной только на нашем каком-то вообще чем-то там, а нашем, типа, что за Empire of Music? Это кто? Типа Empire of Music. Империя музыки, крупнейший поставщик звезд, что-то куда? Сайт не открывается. Хорошо, давай зайдем вот так вот как-нибудь на Empire of Music. Зайдешь? Здравствуйте, я Табриз, готов ответить по телефонам, предоставить стоимости любых, ну, блядь, ну, а просто предоставить ты их можешь, а не стоимости? Короче, я так понял, это организатор организатор. наши артисты. Бля, хочу Соловьева на день рождения себе позвать и Якубович, блядь, охуительно. Охуительно. Ладно. То есть список, который типа неточный, основанный на личных каких-то данных, сугубо субъективный, бла-бла-бла, на основе этого нам, окей, это хотя бы не выдумка. То есть в этот раз это хотя бы не выдумка, но насколько притянутая просто за яйца и за уши максимальная блядская тема. Ну, вдумайтесь просто. Что и неудивительно, Ярослав Дронов полностью заслужил такой успех. Нихуя он не заслужил, блядь. И ты заебал одну и ту же песню вставлять дурачок, блядь, вставь любую другую просто, ну сколько можно, у него еще есть там 10 ты моя целая ебеливая бесконечно вечная тыры-пыры хуё-моё. Еще были какие-то там типа теряемые любовь и чё-то там я нахуй никому не нужен, меня зовут Шаман. Еще было блядь да, это на-на-на-на-на-на с такой же мелодией. Как же она, блядь, называлась? Бакарейда любую другую вставь, ты заебал. Почему даже я, блядь, я терпеть не могу нахуй, знаю все эти песни. Я их один раз послушал, я уже просто запомнил, что мотивы какие-то которые у него есть другие. Ебанутый, блядь, каждый раз вставляет одну, даже не вторую, не встанем там кусочек, не еще что-то, одну песню, блядь, один кусок одного припева. Ты, блядь, ебнутый что ли? Ты же заебал, нахуй, сколько можно одно и то же говно по кругу, блядь, бесконечно крутить? На усталых струнах души это Меладзе. Да там шамана такая же хуйня какая-то была, блядь. Сейчас если верить чату в телеге, ну так больше верь в чату в телеге. То есть ты понимаешь, что, смотри, я не знаю, насколько вот этот канал, вообще, слушайте, это же легко проверить. Чего мы паримся? Social Blade. То есть, насколько этот канал вообще существовал до 2022 года? Мы же можем просто взять и посмотреть, правильно? То есть является ли этот канал именно просто каким-то очереднярой дурачком, который хочет ну типа нажиться на долбоебах, или это часть как раз пиар-компании такой в общем по обману Гоев жесткому. Сейчас проверим. Не, ну что-то было уже, да. То есть ноябрь 21-го там есть 50 тысяч подписчиков. То есть в принципе что-то уже было. Ну конечно как бы вот астрономы видим статистику. Вот что-то, что было вообще, какие масштабы были в плане подписчиков, ну темпа роста подписчиков и темпа роста просмотров на видео до 22-го года. И вот почему, видите, у него в январе началось, то есть даже раньше почему-то. Хоп, январь, и вот здесь, видимо, что-то про Шаманова начал, короче, заливать, и дальше понял, что тема убойная, и как бы присосался и поехал. Ну вот так. В непростое время он как никто другой поддержал свою родину, причем абсолютно не оскорбляя других. Он поет о любви, преданности, о смазливой песне наподобие как у Сергея Лазарева и подобных ему артистов. Сука, так Шаман спиздил свою песню у Сергея Лазарева. То есть, если что, ну, как бы, есть одна единственная вот эта вот песня, на которую дрочит дурачок с канала, значит, как она называется, новостной кринжак. Есть песня Шамана, сейчас скажу, блядь, до самого неба. Как она у него называлась? Да где она? Там вот, не улетай, а вот смотрите, вот здесь какая-то лед, что за лед? Нет, это не она. Тоже нет. Нет, это какая-то... Как же у нее, блядь? Смотрите, это одна песня? Это другая песня. Псцц, просто, насколько чел... Блядь, я, ладно, похуй все. Ты вообще не слышал. До самого... Там, по-моему, до самого неба она же так и называлась, нет, разве? Вот она. Вот она. Это песня Шамана была, а это песня Сергея Лазарева, если что. Еще раз Шамана. Буду лететь с разбега, куда же плывут облака. Там, вон, какая-то ускоренная версия. Или это она же... Ну, вы поняли, короче, тут побыстрее. Ну, типа, блядь, у него не такие слащавые песни, как у Сергея Лазарева. У него буквально, блядь, именно как у Сергея Лазарева, точно такие же песни. У него же, блядь, испиженные. Охуевшая ты, бледота, да как ты смеешь вообще такое пиздеть, долбоеб. Сейчас отошли на второй план. А некоторые вообще не думают, что Шаман не что иное, как чей-то коммерческий проект. Да так и есть, блядь. Ну, это чей-то охуевший проект, потому что у него, блядь, песни спижены у Лазарева, у Газманова, у какой-то, блядь, западной попсы, у самого себя при этом еще. Это же вообще... Это пиздец какой-то, прежде всего, а не коммерческий проект. Его гонорары выросли в 4 раза с тех пор, как он выпустил хит «Я русский». Охуеть. Четыре раза, типа, было тысяча рублей за концерт, стало четыре тысячи, поздравляем. Заебал ты, блядь. Кстати, уже четвертый раз, блядь. Если еще раз, пидор, одну песню, блядь, я услышу в этом видосе, то автор канала «Новостной свежак» сосал, блядь, просто 30-метровую хуйню вот такую, блядь. Глотал до самых яиц. Просто как же ты заебал, уебище. Конечный, блядь, придурок. Завистники считают, что он пользуется моментом и кует железо, пока горячо. Ну, не только завистники, просто любой разумист так считает, потому что, естественно, блядь, так и есть. Но, типа, проблема не в этом. Как бы его, например, я осуждаю его абсолютно не за это, а просто за то, что он хуево все это делает. Типа, окей, соси хуй Кремлю, блядь, дрочи, блядь, Путину и облизывай власти, пой про то, какой ты русский. Хорошо, блядь, просто сделай это нормально, нахуй. Не пой, как блеящий баран ебаный, не делай аранжировки, вот эти вот говна, блядь, Диабдристенова, спизженные у Сергея Лазарева. Сделай, блядь, хороший продукт. Ты же, блядь, сделал шаман хуету просто, конченую. И в итоге это говнище хавают только, блядь, абсолютно безмозглые вообще тетки, которые просто слышат того же самого своего, там, Лазарева любимого в этом во всем. И, типа, о-о-о, блядь, абсолютно свежие новые. И еще и верят вот таким пиздоболом каналам. Я в ахуе, блядь, сделай нормально. Вот и вся проблема. Это уже то, что он там подкремлевский, это вообще десятое дело. Да хуй с ним, блядь, пусть подкремлевский. Просто, ну, музыка-то можно, нормальная, чтобы была. Но просто меня вот это и выебывает, блядь, вымораживает, что... Типа... Кремль не может, блядь, даже нормально бабки потратить на то, чтобы самого себя как бы прорекламировать достойно. Чтобы не уебки какие-то, блядь, безухи пели там коричневые вот эти песни про то, что... Блядь, что-то... Вставай, Россия, вперёд! А, блядь, какое-то нормальное что-то было. Нету, блядь, только какое-то отребие. Ну, вот что я хочу сказать. А что он делает плохого? Да ничего. Ту, блядь, действительно, всего лишь нахуй обогащается на спиженные, блядь, кремлём бабки. Ну, в принципе, ничего такого плохого не делает. Ну, и музыку при этом делает суперхуёвую и получает за это баснословные деньги. В принципе, ничего такого плохого не делает, спора нет, да, согласен. Он артист, который сделал себя сам. Да, ну, конечно, блядь, сам себя сделал. Молодец. Никто не помогал, никто не подсказывал. И сейчас его звёздный час. У каждого артиста есть пик, так вот он... Да, есть пик, а есть ещё и хуй. Вот, как бы, на один стул нужно самому сесть, на другой посадить мать. Сейчас у шамана и обвинять... Так, если шаман на пике, ну, как бы, всё ясно. ...в чём-то глупо. Где мама? Он никому не мешает развиваться и никому не переходит дорогу. Если завистники такие... Правильно, как бы, да. То есть... Если вы такие умные, пойдите сами отсосите хуй Путину, блядь, и продайтесь Кремлю. То есть, если это так легко... Вы знаете, ну, как объяснить? Представьте, вот есть просто вор и мошенник. И я говорю, блядь, это ёбаный вор и мошенник, блядь. Ещё и нахуй он хуёвый вор, блядь. Он хуёво пиздит, но просто он пиздит у таких просто жалких людей, что... Ну, то есть настолько глупых, вообще несчастных, что... умудряется всё равно как-то чего-то добиться. И мне говорят, если ты такой умный, пойди и сам ограбь бабушку, блядь, если ты умеешь это лучше делать. Нет, я не буду, блядь, делать уёбичные, уёбские вещи, потому что я, нахуй не уёбок и не говноед и не пидорас и не хуесос. Если вы такие умные, блядь. Умные то, что им мешает добиться тех же высот. Это потому, что не высоты, это, блядь, полное дно. Получить кучу бабла и стать популярным, блядь, добиться тех же высот. Ну, то есть тогда инстасамка тоже добилась высот. У неё пиздец, какие высоты. У неё там и гонорары ебейшие, блядь, и популярность не меньше, чем у шамана. Но это не высоты, это, блядь, дно ебанное. Просто это, ну, типа, популярность. Нахуй мне эти высоты, я их в рот ебал. Почему они не сядут и не напишут песню, которая всколыхнёт сердца согражданам? Потому что ебал я в рот, блядь, это делать, очевидно. При их возможностях они могут это сделать, но они решили, вместо того, чтобы созидать, жаловаться. Это не созидать, блядь. Вместо того, чтобы сосать хуй Кремлю, я решил действительно созидать. И просто я лучше буду делать песню на пять тысяч просмотров, которые будут реально что-то созидать. Хоть что-то, хоть какую-то полезную мелочь. Чем я, блядь, сделаю мусорное, просто абсолютно помойное, высерное произведение. Кстати говоря, шаман его одновременно умудрился спереть и у нон-копирает саунд музыки. И ещё он свою собственную песню переделал для вот этой «Я русский». То есть какая-то у него есть старая песня, которой даже студийки нет. И он её при этом продолжает на концертах исполнять, которая абсолютно точно такая же по форме и по аккордам, как я русский. То есть он настолько вот ему насрать на то, он настолько не старался, что «А, сейчас просто для долбоёбов говно слеплю на это ебись, и вы схаваете всё, и вы схавали». Мне стыдно, блядь, за потребителей, за слушателей шамана. И за вот этого уебана мне тоже, блядь, стыдно. И мне этот уебан ещё смеет пукнуть, что «А пойди, повтори, блядь». «Что?» «Да?» «Пойди, повтори». То есть мне взять свою старую песню, взять из неё аккорды, спиздить и поменять в ней текст на то, что «О боже, блядь, как же клёво быть русским». Взять песню «Какой же я милый», переделать мне слова «Какой же я русский», «Какой же я классный», «Я самый лучший на планете», «Всему миру назло». Типа, и вот это ты мне предлагаешь повторить? Пошёл нахуй! Это на успех шаман. Ебаный урод, блядь. Он сосёт 30-сантиметровый хуй, я напоминаю, потому что он, блядь, в десятый раз просто ебанутый, конченный, блядь, олух вставляет этот ебучую песню уже, блядь, одну и ту же в своё видео и три минуты, блядь, он в него 10 раз уже встанет. «Как же ты заебал?» «Глупые, и ведь все люди-то взрослые, а шаману хочется пожелать у...» «Глупые, ну, блядь, люди взрослые, хуй за рта вынь, блядь, потом видео снимай уёбище». «И не оглядываться на бездарей». «Твори, друг». «Вот такие новости, друзья, на этот час. Что вы думаете по этому поводу?» «Я думаю, что ты просто охуевшая, просто наглухо отбитая, охуевшая мразь, просто пиздец». «Приглашаю вас всех в комментариях». «Чтоб ты, блядь, сгнил». «Твори, будет очень интересно узнать ваше мнение. Ну, а мы увидимся с вами в новых видео. До новых встреч». «Просто вообще лютый петух». «Твори, друг». «Да-да-да-да-да-да». «Вместо того, чтобы...» «Что вам мешает, блядь, добиться того же, что инстасамка? Вы, кто критикует инстасамку, вы просто завидуете. Что вам мешает тоже, блядь, накачать себе... Или там Даша Корейка какая-нибудь. Что вам мешает тоже отрезать себе хуй, накачать себе, блядь, жопу, сделать себе искусственные сиськи, блядь, надуть губы и начать петь про... «Опять я подавилась, конча...» «Меня за ад». «Действительно, блядь, что вам мешает? А те, кто критикует, вы просто завистники, понимаете? Те, кому не нравится всё это. И кому не нравится, что... «Я иду до конца!» «Тоже это, понимаете, это не люди, которые говно не переваривают, блядь, а просто завистники». Да, так оно и работает. Сука, нахуй. Ослина обоссанная. Да, бомбит вообще жёстко. Я прям доволен, если честно. Кайф. Просто, просто прям... Сука, я аж взбодрился. Всё. Сука, нахуй. Сука. Продолжение следует...